Грайте струны, грайте струны. Грайте струны прараздоли. Прарасту я в поле руню, парасту травой в поле. Думки в узел завяжу я, дызя мельку поцелую. Не пойду в землю чужую, бо свою мацней люблю я. Алесь Дудар. Гэта Маланка Арт, я Александр Радько. Вітаю вас. Зараз шмат дзе ў свете гучаць вершы беларуских паэтаў. Льюцца песни, идуць размовы пра Беларусь. Свята обвешанная радай культуры, сусветны дзень беларускай культуры, узявшы старт сёмага ліпіня, будзе даўжыцца на працягу ўсяго летнега пераээду. Импрэзы, майстар-классы, выставы, презентации, кінопаказы, концертныя праграммы – вельмі шмат праэктаў падрыхтавана да гэтага свята. Больш таго, вы можэце стаць суорганізаторамі сусветнага дня беларускай культуры, прапанававшы свой уласны праэкт. Як гэта зрабіць, мы зараз даведаўмся у керауніка рады культуры – Сяргія Буткіна. Таксама Сяргія распавядзенам пра мерапрыэмствы, які ўжо адбыліся, альбо чакаюць нас наперадзе. Сё літа па ўсім свеце азначаецца сусветны дзень беларускай культуры, гэта свята, якой варта было прадумаць, якой аніцевала Беларускай рады культуры яще летось, яно прайшло тады ў формаці тыдня беларускай культуры, бо падея ўтіснуць ў адні суткі сёмага ліпеня, нагадаю, сам дзень, было немагчыма. У гэтым годзе мы пагляделі, што ў прэнцыпі ў межах тыдня таксама немагчыма правесць ўсе мерапраёмство, тым боль, што шмат, хто створцаў, шмат, хто з артыстаў паўнавалі і нейкі туры, які там цягнуцца месяц. Тому мы вырышылі назваць гэта дні беларускай культуры, і, в прэнцыпі, так номінальна стартым был дадзі наэше 4-тага ліпеня, калі ў Варшаве, ў Молодзевым хабе прайшло адкрыцьё прарудзілі Светланы Цихановськая, і там цягам ўч гэтых дзён, што дня адбываюцца і концерты, і сустрэчі, і конферэнцы, і выставы, і багата чаго яще. Напэлна вылучу Варшаву, Вільню і Батумі, не ўкрылду, канешна, іншым гэрадам, але гэты гэрады напэлна напе ради ўсіх па колькасті і па щільнасті імпрэзал, таму што лізвія, саправда, не кожны дзень адбываюцца ў Батумі гэты дзіцячы святы, і концерты, і чытанні. Вельмі цяшка вылучаць некі імпрэзы, патаму што на дадзіны момент задзеньючына 16 країнов, 37 гэрадоў і 81 імпрэзы. Гэту мапу су светную можна ўбачыць на сайці беларусіць кропка арт, і падзея ше дадаюцца, патаму што ў принципі кожны арганізатор, кожны артыст, кожна ў принципі супольнаць, нават невялічка беларусов ў любым горадзі святу, можа далучыцца дадзён беларускай культуры. Вельмі просты способ заповніць там ўнізі на сайці, яка імпрэза калі, і она аутаматычна дздаецца на мапу. Тобок мы не івэнт агентства, мы як Беларускай рада культуры, так мы не можам тэхнічна адказыць за кожну імпрэзу, мы можам толькі ініцяваць, распавісяць, чаму важна, каб голос беларусов был пачуты, чаму гэта свята, дарэчы, ў гэты цяжкі дні як і для беларусов, так і для, в принципі, ў ўсіх добрых і свядомых людзі па ўсім свеці, патаму што важна крэчаць, гэты крэк, што жывэй Беларусьць, цэтуючы тут Янку Купалу, варта крэчаць пра тое, што мы ёсць, пра тое, што мы разам з украінцамі, і не дарма, якбы, нікатары беларускія імпрэзы, якраз і присвечэнныя украінскай тематыце, напрыклад, вось на днях Маргарита Лявчук і Лясельчукова, Татьяна Ловіша дали добрачынны концерт ў Бостані, ў межах дзён беларускай культуры, і там збіраліся садкі, які будыць накераваны на дапамогу абаронцам ўкраіны і іх семям. Натуральна не забываецца і галуўным пытанням на павесцы дня з'являецца, канешне, патрынка палітвязняў, распоядь пра тое, ў якой сітуаце зараз апынуліся беларусы і ўнутрі краіны. І ў прынцыпі, як народ, і гэта таксама такая важная частка, патаму што нікатары яшы і не ведаюць, што за Беларусь, і яка праблэму ў нас. Нікатары падзабылі, і Україна натуральна тут бяре свою частку увагі, але таксамы мы распавядаем пра гэта, ці просім распавядаць арганізаторам празаў ў розных краіна свэт. І, напрыклад, згадываючы таксама адну з ярких падзеў ў межах гэтых дзён выставу Ладзімера Цеслера, яка адкрылась ў 7 галіпеня, таксама праудзелі націнанайна лідаркі нашай Светланы Ціхановской. І яна працягніцца да 31 галіпеня, кожна хочыць ў той, хто будзе ў Вільне ў гэты дні, можа прайсці просто на ратушную паўчу і паглядзець актуальны свежі працы дязайнера Ладзімера Цеслера. І таксама там ёс кьюар-код на адным со стэндаў, праз якім можна чы сямям беларускіх палітвязнов. Таксама непасрэдна ідуць грошы туды. Паэтаму вось так разнабакова, каб і не забывацца пра солідарнаць з Украіны, каб і распавядаць пра нашу боль і нашу бяду ў Беларусі, мы лічым, што вось гэты імпрэзы якраз іда памагаець данесці гэтую думку. Кажучы, яшчэ пра тою, што будзе, саправды цяжка вылучаць, але я вось кожны дзень гляжу, што дадаецць на мапу, кожны дзень мы обмярковываем, якім чынам распавсядзь інформацу, пра тою ці іншу імпрэзу, напэлна, скажу, што працягваець свой тур па міры, це Маргарита Лялчук, з зыльёмся от Сельчуковым, яны 13-го ліпеня выступаюць ў Вашингтоне, 15-го і 16-го ліпеня ў Польшы на місце басовіща, якое добра пам'ят ці любець шматыкі беларусы, ад будзіцца ўжо другі раз фестываль тутыка, дзе выступяць і Купаловцы, і вядомы беларускі гурты, як Шумай Джей Морс, Дзіміця Райтюшкевич, будзе сустрэча з мастачка Руфіны Базловы, там ў той, хто можа праїхаць на гэтый фестываль і падтрымаць беларусов, паслухаць ўдовну беларуску музыку, таксама запрашаэм. Вылучу 17-го ліпеня, шо ў Варшаві, адкрываецца новая беларуская простора ў самым центры, ата національна антыкрызісна управлэння, будзе прээзэнтаваць Музей Вольной Беларусі, гэта называецца, датна тако памяшканя, давалі вялікая, дзе будзе адбывацца розны імпрэзы, і вось якраз перша, з нагоды дзеон беларускай культуры, заплэнавана імпрэза, і центральна будзе там така падзея, адкрываць ўстаў, астака Ігара Цішына, дом, ў якім разлятаюцца сцены, паміш двума імгнэннями, она называецца. І напэвна, калі ўжу казаць пра гэты топ-тры, умолны, патаму што ён можа меняцца што дня, мой асабісты, то скажу я шо пра тую падзея, ка рыхтуюцца ў Тбілісі, я і рыхтую актор Александр Ждановича, якога ведуюць як Маляваныча, але зараз ёго вельмі такі цікавы і сурьозны, і той же час цікавы для дзятей праект, Батлейка Шагалу называецца, дзе он будзе якраз паказываць, ён спалучыць вось такі праёмы старажытнага народнага таатру, і матывы ўстылі живопісу Шагалу, патаму што Шагал, як Янка Купала, ў нас центральна особа ў гэтых святкаваннях, патаму што дзякуючы шмату, чым, мінавіцца, гэтым двум асобам, мы і заімелі гэты сусветны дзень беларускай культуры, патаму што ён назначаецца сёмага ліпеня, калі нарадзіліся і Шагал, і Купала, і Янчачот, і сёль люта юбілей, як кушагала, так і у Купала, патаму даволіш мат падзеў, звязаны з гэтымі імёнами. А так, запрашаю кожнага паглядзець на нашу мапу на сайці беларусі кропка арт, знасті свой горад, ці дадаць свой горад на мапу, калі вы ведаюцеці, і даваеці разам розповідаць пра то, хто такі беларусі, чого я не варты, і што я не зрабілі для сусветнай культуры. Специальна ка дням беларускай культуры театр золотого режісёра создал образ Франциска Скарэна. Достаточна тяжёлый образ, так как очень много было подготовки к созданию этого персонажа исторического, легендарного. Ми просмотрели кучу документальних художественних фільмів, які були сняты, перечитали багато кількість кількість книг, літератури, якісь кількість сводки, архівні документи, і по цим документам ми создали образ Франциска, який, в принципі, читається, і діти дуже добре реагують, не тільки діти реагують, але ще й взрослі інтересуються о том, хто це, що це, і ми розповіемо о том, що це була легендарна личності з Білорусси, родився в Полоцьке, жил в Вільнюсі. Скоріна создавала дуже багато інтересної літератури, в тому числі і в Вільнюсі випустила малу подорожну книгу, як символично стало создання цього образу в Вільнюсі. Хочеться зараз привести його цитату з книги. Суть цієї книги – уваження ко всякому человеку, мудрому і безумному, богатому і убогому, молодому і старому, а більше всього тем, які хочуть следувати добрым традициям і познавати мудрость і науку. Ми хочемо, щоб общество стало більш просвіщено і оцінювало реально історію і сабытия, які праисходися зараз. Міжнародний дзень білорусська культура має великое значення, бо він працягує увагу власна до проблеми, до проблеми, які є тепер у Білорусі, а з іншого боку, її наб'єднує білорусів, тому што зараз так отрималася, що Білорусі, она не тільки у Білорусі. Зараз Білорусь живе у Варшаві, у Вільні, у Берліні, у Вашингтоне і одзінае і головне, що об'єднує усіх гэтых людзей, гэта культура, гэта мова, гэта гісторія, гэта мастацтва. І то, що повстала гэта ініціатива загіди Рады культуры, гэта вельми важна, тому што гэта як клей, гэта як то, што гэта белорусські суполкі все збирає разом. Там я сподіваюся, што гэта стане добрай традицій, і навад пасля демократичних піраменів белорусы протягнут, святкаваць глобальний дзень белорусській культуры. Тут запрошані і замежні гості, деплематы европейських країнів, тут ви можете побачити активістів з самих грозних політичних організацій, ініціативів, волонтери, творців, мастаки, і все необ'єднані чим? Білорусська культура. В рамках Дні Білорусської культуры в Вільнюсі состоялся показ спектакля «За що?». Постановку з актёрами із Гродно, які були вимаги покинуть Білорусь із-за протестних событий, осуществил литовський режиссер Андрюс Доріала. Це вже їх третя совместна робота. Спектакль «За що?» посвящен трагическим событиям 1937 года, коли в ночь с 29 на 30 октября в Куропатах сотрудниками НКВД було расстреляно більше ста представителей белорусской інтелігенції. Планирується, що з нового сезона этот пронзительний спектакль войдет в репертуарну афишу Русского драматического театра Литвы, щоб як можна більше людей змогли його увидеть. ДОБРАНІЦІЇ Немного білорусських. Какі-то почитали, откуда це все вообще. І родився цей спектакль. Я почав изучати всю исторію Куропат, і дуже багато посмотрел матеріалів, лекцій, в тому числі на білорусському языці, к концу-концю почав розуміти, якісь слова переспрашивав у ребят. Дуже вдохновився так, що там і зі мої стихи немножко в цей песні. Тобто сочинили спектакль, то есть ми його сочинили. І розказуємо діотого о чотиріх поетах, якраз розстрілянних 29 октября 37-го року. І по принципу вони выбрані, що вони не мали відношення, так чи інакше, к театру. Тобто це були либо переводчики, либо зафліты. Ну, по такому принципу. І зробили спектакль. І ми не думали, що ми будемо його повторювати. Тобто, ну, вдруг, сейчас особливо, меняється контекст, і вопрос вообще уничтоження національної культури, будь то белорусської, української, ну, любой. Вот этот вопрос создання якогось цього чудовища, якому там нужен колхоз, гулаг, війна і так далі. І це все... А для цього треба уничтожити культуру народів, і зробити такого чудови, який буде готово вбивати, ворувати і так далі. І випадок, що це було? Чому не тільки в Білорусі, чому уничтожали деятели культури, чому уничтожали то, що називається кров'ю націю, культуру, кров'ю націю, чому її віддавлювали з людей, к чому це привело, к чому ми це зараз розхлебуємо, в тому числе. Баганіва, у наші дні такі рознатуга, так калі. І бають байки, байки з сіверо-западних окрайів, плюють на сонце і на день. О, дух наш водний, деды, деды. І Муравйовський бхайській пустець, наш чатка Муравйовській бхэтын. Але і ше хушать і кров, прийнявся наїй час настані, каліць за поле, за вору, па-белорусську сонце глянє. Та дымом шерохи сваїх, на жаль на шматкаву я бачу. С тугую серцю вспомню їх, але і ніколи не заплачу. і день червоного світі, і ми шепнем Йому. Добрий день! І зі щитом! Ті на щиті! Україну нашу! Усім варити! Так було шмат прачітано, і кожна я шукаю сабе поєта, я не нам усе зараз вельми блізкі, а тому шта, то, що відбувається зараз у Білорусі, у нечім, а може і у шматчім, подобне на те, що відбувався у 37-му годі, ось тільки не растралюваюць. Історія для мене, гэта історія пам'яті, по-перше, а по-друге, нілька повтарыць, гэта нілька повтарыць. Ми йдем по гэтому шляху, але треба, щоб гэта було стоп, і щоб наша білорусська культура сахранялась, каб сьогодні зараз ідея тыдень білорусській культуры, а гэта ісць вельми значна частка нашої білорусській культуры, і мене вельми, я вельми гоноруся, што я удельничаю гэтай частці, і маю право чытаць гэта геніальні, вельми таліновиті верші, і верші вельми болючі про нашу Білорусь, багатострадальнію. Заседання по исполненню приказу Народного комісата внутрініх дел СССР за номером 00447 об операции по ринвизірованню бэкших кулаків, галонок і других антисоветських элементів объявляю в Кріп! Вільнюсі состоялась презентация книги белорусской философки Ольги Шпараги «У революції женское лицо. Случай Беларуси». Совсем недавно авторское эссе Ольги о ролі женщины в белоруских протестах і сестринстві в тюріме було удостоєно премії імени Олеся Адамовича від белорусського ПЕН-центра. Встреча с Ольгой Шпарагой проходила в теплій і душевній обстановці. Говорили о революції, солідарності, войне. Многі желали получить у авторки автограф і, звісно ж, приобрести її книгу. Все средства від продажі будуть направлені на допомогі белорусським женщинам-политзаключенним. Одна із моїх знакомих, яка прочитала книгу, сказала, що це така енциклопедія нашої революції 2020 року. Во многому, конечно, она написана із фемінистської перспективи. І перша глава посовіщена тому, що робили жінки, починаючи з іюня 2020 року, коли возникло таке объєднення, еволюція вокруг Євы Хайма Сутина. Затем возник об'єднений жінський штаб, були жінські марши, перша жінська цепь солідарності 12 августа. В першій главі я описую именно то, що робили жінки, якийсь вклад вносили в активизацию белорусського обществу. А вторая глава моей книги посовіщена обществу как движущейся силе нашей революції, поскольку я считаю, что все-таки движущей силой являются самой разной социальной групи. Революція охватила всю Беларусь. Я описываю разные формы солідарності. Про площадь перемен, к примеру, пишу, да, как такому отдельному сюжету, как развивалась активность вокруг площади перемен. Ну, не только. То есть привожу примеры разных инициатив и того, как в ходе, начиная с июня, формировались разные формы солідарності, солідарной поддержки, а так же объясняю о причинах, почему в 2020 году вышли люди так массово на улицы и случилось такое пробуждение, которого не было белорусского общества. И у меня третья глава такая более теоретическая, где я пытаюсь с помощью философских понятий как-то обобщить, что за революция у нас была. Называю ее, в частности, инклюзивной, поскольку участвовали самые разные группы социальные, эмансипация происходила и всего общества, и разных групп. Постнациональной называю, поскольку ключевую роль играло не формирование нации, а поиск разных форм солідарності и не культурная идентичность общая, что вот характерно для нации, а именно поиск того, кто мы такие, и европейцы идентифицируют себя с тем, что было в Беларусі. То есть это такой современный проект, поэтому я его называю постнациональным. Ну и еще я использую понятие заботы. Вот феминистки развивают, предложили такое понятие забастовки, протеста как заботы, и мне кажется, что для Беларусской революции это было очень важно, поскольку были преследования, избиения, пытки людей с самого начала, и проявление заботы, и практика заботы друг от друга. Други играли очень важную роль и продолжают играть сегодня. Белорусский фотограф Евгений Отецкий готовит к печати книгу «Площадь перемен». Это издание – своего рода хронология первых трех месяцев борьбы одного из самых известных в Беларуси дворовых сообществ, сформировавшегося на волне протестов 2020 года. Для автора Евгения Отецкого «Площадь перемен» – история личная. Это его собственный двор, а Степан Латыпов, Роман Бондаренко и все герои книги – его соседи, с которыми он познакомился во время протестов, когда вместе выступили против несправедливости, с фальсифицированных президентских выборов и не видно до сих пор по масштабам уровня насилия со стороны милиции. Издание включает 70 авторских фотографий и 13 историй на белорусском и английском языках. Его редактор – Олеся Песенко, дизайнер – Мелина Вилсон. Над книгой Евгений трудился около года, и вот, наконец-то, она отправляется в типографию. В середине августа издание «Увидит мир». Сейчас запущена крауд-компания по сбору средств для печати. Есть два основных варианта – заказать книгу с доставкой по всему миру или самовывоз в день презентации. 18 августа она состоится в Варшаве, 23 августа – в Вильнюсе. Стоимость экземпляра составляет около 20 евро, с доставкой дополнительно еще 10. Давайте поддержим это замечательное издание «Площадь перемен». Это наша история, свидетелями которой мы с вами стали. Заказать книгу можно на Kickstarter. Белорусский разработчик Павел Либер, создатель платформы «Голос», запустил новый проект. Этот благотворительный проект «Lileka.me» создан с целью поддержки детей из Украины. Покупая их рисунки, вы не только поможете деткам из Украины, но и предоставите возможность им самим оказывать помощь своим родителям, друзьям и тем, кому они посчитают нужным. «Lileka», потому что в переводе с украинского это значит «Аист», и это платформа, на которой дети из Украины выставляют свои рисунки. Дети эти могут находиться либо в стране, либо они выехали, но они все были в Украине до 24 февраля 2022 года, и любой желающий может прийти и купить этот рисунок. Это невероятно добрый, невероятно теплый проект, и он как раз-таки направлен на поддержку детей, потому что, общаясь с различными детскими психологами, стало быстро понятно, что дети чувствуют себя очень растерянными, им очень важно чувствовать себя полезными. И этот проект, он в первую очередь сделан для того, чтобы ребенок мог что-то нарисовать и вырученными деньгами, по сути, помочь своей семье. Это могут быть очень небольшие деньги, но мы понимаем, что вот этот сам факт радости от того, что человек, маленький художник, что-то сделал, что-то заработал и как-то помог, это уже очень много. На текущий момент проект уже запущен, и он набирает сегодня популярность. С одной стороны, нам прислали очень много рисунков, гораздо больше, чем мы ожидали. Мы ожидали несколько тысяч, их уже, насколько я помню, больше 10 тысяч. Каждый присланный рисунок обрабатывается волонтерами, поскольку рисуют по-разному, фотографируют по-разному, а мы хотим, чтобы рисунки несли своим владельцам радость, то каждый рисунок обрабатывается дизайнером, который его просто выравнивает, немножко делает коррекцию цвета. Но поскольку рисунков очень много, мы понимаем, что это очень затратная работа, и сегодня у нас уже больше 30 волонтеров, которые над этим работают, плюс различная автоматизация этого процесса. То есть сегодня из 10 тысяч присланных рисунков больше 7 тысяч на сегодняшний день уже обработано и загружено в платформу. Я надеюсь, что остальные тоже будут загружены в ближайшее время. И с другой стороны, мы начали рассказывать про этот проект. Мы начали с Украины и Белоруссии, и, соответственно, сейчас уже начинаем рассказывать про него в других странах. Одна картинка стоит 7 фунтов. Платформа ничего не забирает, это просто волонтерская история. Оттуда забираются комиссии самой платежной системы и банковская комиссия при переводе, но это никакого отношения к нашей платформе не имеет. Соответственно, любой желающий может зайти на сайт leleka.me, купить себе рисунок, и результат придет в виде имейла, в виде двух картинок. Одна картинка, это картинка в меньшем разрешении, ее, соответственно, можно поставить как обои на телефон или обои на компьютер, а вторая картинка, это картинка в максимально высоком разрешении, ее можно распечатать, повесить в рамочке себе на память и так далее. Я хочу сказать, что рисунки абсолютно восхитительны. Они очень разные, потому что дети разных возрастов. Кто-то рисует просто, двухлетний ребенок рисует какую-то такую очень простенькую абстракцию, или 12-летний рисунок рисует рисунок, который не стыдно вывесить в какой-нибудь национальной галерее. Поэтому каждый может найти себе то, что ему понравится. И сейчас мы работаем над тем, чтобы добавить функцию скачать сразу много рисунков, потому что у нас уже был случай, когда к нам пришел один из журналистов, он захотел купить сразу 100 рисунков, и, соответственно, мы для него придумывали, по сути, ручной способ это сделать. Сейчас мы это автоматизируем. Но вообще всех желающих я приглашаю прийти на платформу, посмотреть и обязательно выбрать себе то, что вам понравится. Мы продолжаем следить за свободным искусством Беларуси. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал Маланка Лайф и делиться с друзьями ссылкой на нашу программу. Я прощаюсь до следующей недели. С вами был Александр Атько. Всем мира, любви и добра. Живе Беларусь! Слава Украине! Свободу политзаключенным! Свободу 열� Редактор� Свободу политзаключимов Слава Украине! Поэтому Продолжение следует...